В прошлом видеоролике мы рассмотрели контактовый метаморфизм и динамометаморфизм. Сейчас мы рассмотрим метасоматоз, ультраметаморфизм, ударный метаморфизм. Итак, следующий тип метаморфизма это метасоматоз. Это аллохимическое замещение минералов в твердом состоянии за счет флюидов. Про аллохимическое мы говорили. Что аллохимическое замещение, то есть когда происходит какой-то привнос или вынос химических элементов. Факторы данного типа метаморфизма это у нас химически активные вещества, флюиды, привнос и вынос веществ. В горную породу, в любой из горной породы. На рисунке у нас показаны метасоматические породы. В случаях, когда в действии повышенная температура добавляется выделяющийся из магмы горячих растворов, газов, контактовый метаморфизм может перейти в контактовый метасоматический метаморфизм или просто метасоматоз. То есть когда у нас здесь на рисунке показано привнос силициума происходит и вынос таких элементов как калий, кальций, натрий, алюминифер, то у нас уже метасоматоз. Метасоматоз происходит при относительно низких температурах и давлениях. Здесь у нас показана схема замещения биотита кварцем при метасоматозе. Следующий тип метаморфизма это ультраметаморфизм. Это высшая ступень регионального метаморфизма. Характеризуется началом частичного плавления горных пород. Факторы здесь у нас, так как плавление, это у нас и высшая ступень, понятно, что это будет температура. Это будет также давление и химические активные вещества, привнос и вынос. То есть данный метаморфизм, ультраметаморфизм, включает в себя абсолютно все факторы. Температуру и давление и флюиды. Следующий тип метаморфизма, о котором мы еще не говорили, это метаморфизм, ударный метаморфизм, или еще его называют импактный. Данный тип метаморфизма у нас проявляется, когда на Землю падают метеориты. И при столкновении с Землей у нас высвобождается огромная энергия, повышается очень давление и повышается очень сильная температура. И вот эти два фактора, высокая температура и давление, у нас, естественно, видоизменяют породу и происходит метаморфизм. Значит, давление в момент удара достигает от 600 до 900 килобарр. И температура достигает до 3000 градусов. То есть невероятная температура, очень большая температура. Значит, при образовании метеоритного кратера у нас горные породы, во-первых, дробятся, потому что удар происходит сильный, и начинают плавиться, потому что температура 3000 градусов. Начинает еще и плавление происходить. И таким образом у нас возникают новые минералы, потому что происходит метаморфизм тех пород в то место, куда упал метеорит. Вот оно показано с кратера. Вот у нас показано астроблема. Кстати, астроблема, да, астроблема – это астра, это у нас космос. Аблема – это у нас раны переводится как. Это раны, если перевести дословно, да, это раны, которые остаются на Земле вследствие падения метеоритов. Это тоже у нас астроблема. Вот у нас астроблема показана в Восточной Сибири, диаметр ее около 990 километров. И когда это у нас произошло, это время продавания 35 миллионов лет назад. Ну, это не так давно с точки зрения геологического времени. На данном рисунке у нас показано строение метеоритных кратеров. Буквка А – первый рисунок. Это у нас простая форма. Буквка В – это у нас общая схема. Под буковкой В – кратер с нейтральным поднятием. Вот у нас происходят были осадочные горные пароли. Вот у нас тут образовались брепчи. И причем, обратите внимание, везде, везде под вот этими местами, где падал метеорит, у нас появляется трещиноватость. Под кратерная зона трещиноватости. Здесь она есть, и здесь она есть, и здесь она есть. Вот у нас здесь показаны, вот они расплавленные импактиты. Импактиты – это порода, которая у нас образуется в результате удара. Они расплавленные, потому что очень высокая температура. Вот они расплавленные импактиты. Вот они брепчи образуются, тектонические. Брепчи. А вот это порода – мишень. Вот та порода, на которую упал метеорит, ее называют породой мишень. Закраторные выбросы здесь у нас показаны. То есть, когда у нас происходит удар, то происходит своего рода как бы взрыв. Та порода, которая находилась вот здесь, она начинает, естественно, рассыпаться. Она разлетаться начинает. Вот это у нас закраторные выбросы. Все заброшены. Значит, импактиты выделяются как самостоятельный тип горных пород, наравне с осадочными, магматическими и метаморфическими. Ну, потому что условия их образования абсолютно никак не вяжутся ни с магматизмом, ни с метаморфизмом, ни с осадкообразованием, ни с чем. То есть, это что-то отдельное, что-то свое. Поэтому это отдельное, абсолютно самостоятельное тип горной породы. Это, значит, из-за условий формирования очень нехарактерных на Земле. По международной классификации импактиты делятся на три группы. По составу, по строению и степени ударного метаморфизма. Значит, импактитовые породы, это горные породы мишени. И импактированные породы. Это горные породы мишени, слабо преобразованные ударной волной и сохранившиеся благодаря этому свои характерные признаки. То есть, породы практически, которые не изменились, породы мишени. Расплавленные породы. Это продукты состывания импактного расплава. И импактные брекчи. Это обломочные породы, которые сформировались без участия импактного расплава или с очень небольшим его количеством. Там, где у нас импактный расплав, это понятно, что будут расплавленные породы. А импактные брекчи без участия этого импактного расплава. Вот у нас показаны импактиты. Видно прям, что была очень высокая температура, особенно на этом образце. Она прям спеклась до породы. Видно, что был какой-то прям расплав. Итак, давайте закрепим то, что мы с вами прошли. На этом мы рассмотрели все типы метаморфизма. В следующем видеоролике мы еще раз подробно поговорим об общих сведениях о всех тех типах метаморфизма, о которых мы говорили. Продолжение следует...